Если бы у меня было время, я бы написал тебе более короткое письмо. Я полностью соглашусь с этой цитатой Марк Отвена. Он говорит о сложностях, связанных с языком. Если речь идет о стиле, можете ли вы кратко описать ваш стиль? Какое послание вы хотите передать миру? Сегодня мы обсудим, как описать свой стиль в одном слове. Я разобью это видео на три части. Первая группа – это ребята, которые разбираются в моде и будут использовать слова, которые относятся к мужскому стилю. Следующая группа – это ребята, которые более ориентированы на цели. Они используют стиль, чтобы получить от жизни то, чего они хотят. Третьи ребята – это такие, которые одеваются для себя. Господа, вот первый набор слов, которые могли бы кратко описать ваш стиль. Если это так, и одно из этих слов вас зацепило, то я бы хотел узнать об этом в комментариях. Первое слово у нас – это «под заказ». Этот парень любит все подгонять и делать под себя. Следующий тип может себя описать как «с иголочки». Этот джентльмен всегда опрятен, подстрижен и выглажен. Он также представляет собой такие слова, как «умный», «ухоженный», «жизнерадостный». Далее идет тип, который можно описать как «элегантный». «Элегантный» означает быть привлекательным, но при этом оставаться простым. В то же время – эффективным. Без выкрутасов, без излишеств. Далее идет категория – британец, итальянец и американец. Если вы стиля британец, то это можно увидеть по правильности вашего образа. Все хорошо сочетается, и ваша одежда структурирована. Итальянец более индивидуального характера. У пиджаков невыраженная структура. Одежда будет легкого строения. Даже туфли будут более подходить для теплого климата. Если вы американского стиля, то это больше о практичности. Это понимание, что мы на передовой. Да, может не все гладко, как у итальянцев. И не так структурировано, как у британцев, но когда речь идет о практичности и выдержке, то это наш случай. Дальше идет стиль, который описывается как студент. Это пускает корни в Лигу Плюща в 1890-м. Они брали много от британцев, но также привносили свои личные качества в этот стиль. Вдохновлялись братьями Брук, у которых было много классических элементов, но к этому они добавляли свое. Пиджаки стали более мешковаты, цвета сменились от темных к более ярким, начали вноситься надписи и лого, и так он упростился до студенческого. Далее, образ беспутный, лихой, беспутный и непредсказуемый. На самом деле, если копнуть глубже, сам термин «рекиш» происходит от пиратов. Все подвязано на скорости, удобстве и нестандартности. Быть другим. Знай, что ты из себя представляешь. Пойми свое послание миру. Это не должно совпадать с тем, что тебе говорит общество. Они делают микс из нестандартных комбинаций. Далее, небрежный. Если вы этот тип, то вы любите носить рабочую одежду. Она в первую очередь должна быть функциональной, и может так случиться, что она будет и стильной. Следующий, философ. Если это ваш тип, то вы начитаны и много повидали. Вы не побоитесь надеть старые винтажные вещи, которые не так часто можно встретить. Но они будут функциональны, и это классические предметы. Потому что классика никогда не выходит из моды. Далее, спрессатура. Это означает, что вы просыпаетесь и выглядите сногсшибательно. Вы ничего не делаете для этого. Это у вас получается само по себе. Главное, когда видишь такого парня, это не показывать вида и не выдавать себя. Потому что они никогда не видят в этом что-то сложного. А сейчас поговорим о тех, кто очень ориентирован на цели. Если вы используете эти слова, чтобы описать свой стиль, то вы используете стиль как инструмент для достижения ваших желаний. Для мужчин, которые описывают свой стиль как casual, бизнес casual или бизнес, формальный или полуформальный, то вы знаете, что все это дресс-коды. И есть определенные вещи, которые можно надевать в рамках этих дресс-кодов. И тут нет нигде места слову небрежный. Мне это нравится, так как парень, который относит себя к этому стилю, понимает, что окружение, в которое он стремится попасть, требует определенной униформы, которая посылает нужный ему сигнал. Поэтому, если вы из адвокатской конторы в Нью-Йорке, вам надо понимать, что ваш стиль будет больше бизнес или бизнес casual. Но если вы из области развлечений где-то в Лос-Анджелесе, то будет бизнес casual. Даже больше casual. Но этот casual никогда не будет небрежным. Если вы так описываете свой стиль, вы используете одежду как инструмент, чтобы оправдать ожидания. Смотрите, есть еще такое слово, как профессионал. Это, по большей части, означает быть серьезным. А ваша одежда – это отражение вашего мышления. Если вы одеваетесь как профессионал, это не означает, что это должен быть костюм. Но это означает, когда вы надеваете одежду, это своего рода защита. И когда вы попадаете на свое место, то вы себя полностью посвящаете тому, что делаете в этот день. Что если вы описываете свой стиль как стартап? В таком случае вы, скорее всего, работаете на молодую компанию, которой сулят приключения. Типичный стиль стартапа – это куртка либо пиджак, футболка и джинсы, возможно, даже кеды. Это больше об эксперименте с одеждой, неформальностью. Так почему бы не надеть одежду, которая разрушает стереотипы? Далее у нас идут господа, которые описывают свой стиль как классика. Я обожаю этот стиль, потому что это нечто, проверенное временем. Давайте поговорим о модерне. Для меня парень, который относит себя к модерну, это тот, кто берет классику и при этом не... Это тот, кто берет классику, и при этом он не боится привнести что-то из последней тенденции моды. Он будет пробовать новое. Он скажет, знаете что, я, пожалуй, возьму этот классический костюм, уберу из него пару деталей и заменю это на что-то более модное. Далее у нас идут ребята, которые описывают стиль как по ситуации или разносторонний. Но на самом деле они различаются. Ситуативный одевается по ситуации, он как хамелеон. Он будет размышлять, так, для этого мероприятия надо одеться более формально. Для этого можно попроще. Он выбирает одежду в зависимости от ситуации, более или менее нарядную. Разносторонний же просто выбирает вариант согласно своим ощущениям, а не окружению. Разносторонность позволяет ему подбирать подходящий образ, более или менее нарядный, даже небрежный. Итак, последняя группа, я пробегусь и по ней, потому что я считаю, что они и сами за себя говорят. Те, кто одеваются, чтобы повеселиться, и которые одеваются для себя. Первый в списке. Это сложные. Потом экспрессивные. Далее функциональные. Затем развивающиеся. Потом обучающиеся. Я играющий. Практичный. Прогрессивный. Сельский. Простоватый. Уличный. Экономичный. Итак, вы нашли то слово, которое описывает ваш стиль? Если да, то дайте мне знать в комментарии под этим видео. Если вы хотите больше и развивать привычки, которые делают вас более стильным, у меня для вас есть это видео. 10 привычек, которые вы можете развить за 10 минут. Ну или начать с 10 минут. Друзья, вам нужно описывать свой стиль одним словом. Нет, вам это не надо. Но это очень забавно. Если вы хотите посмеяться, то вы можете перейти на мою группу в Фейсбуке. Я на самом деле взял все эти слова из этой группы, когда проводил там опрос. И одним из вопросов было, опишите ваш стиль пятью словами. Вот несколько вариантов. Что ж, он хотя бы попытался. Мне нравится этот, он забавный. Стив Маквинн, Джеймс Бонд, я. Неплохая подборка. Я так проснулся. Карлос Франко, я думаю, что ты с Процедура, верно? Требует улучшения, смотри больше, Реал Мэн Реал Стайл. Дэвид Кэхилл. Дэвид, спасибо. Винтажный рокер 50-х. Джозеф Абелл. Изящный кэжуал с военными нотками. Кис Барнабас. Утонченный викинг и классический модерн. Дэниэль Амос Кэттон. Высококлассный рабочий класс. Ретро Бэр Клирдон. Бен, понятия не имею, о чем ты. Друзья, пишите в комментарии, что вы думаете об этом видео. И до встречи в следующем. Берегите себя.